Вечером, когда ты проходишь, у тебя есть новогоднее настроение, а в днём, как-то, мне кажется, ёлок не хватает, побольше надо. Больше гирлянд, не знаю, больше, наверное, ёлок поставить в разных районах. Создавать новогоднее настроение начали во всех районах республики. Нужно успеть возвести снежные городки и залить катки до начала зимних каникул. Для школьников откроют свои двери почти три сотни пришкольных лагерей. Там побывают 10 тысяч детей. Сюда попадают ребята, которые нуждаются в том, чтобы, соответственно, находиться на территории лагеря, поскольку это детки из многодетных семей. Завершается подготовка и президентской ёлки. Шоу для маленьких татарстанцев пройдёт уже в 17-й раз. Представление соберёт лучших артистов республики. Общее количество приглашённых составит порядка 7 тысяч человек. Это лучшие дети, значит, лучшие школьники со всей республики. В Казани к Новому году уже готовятся полным ходом. По всему городу заливают ледовые катки. И самый крупный находится на Чёрном озере. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Ледовые катки, снежные городки и атмосфера праздника – это неотъемлемые составляющие Нового года. Причём в этом году районы республики будут соревноваться. Чей Новый год лучше? Организаторы отметят не только креативность. В целом он рассматривает и подготовка, и организация отдыха детей, и массовость. И с тем, чтобы у нас не получилось так, открыли ёлку, а потом её дружно закрыли. Проверять будет специальная комиссия. А район-победитель получит денежный приз – 12 миллионов рублей. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин